Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся к вам со вторым матчем на сегодня. Без ЗП против СОУ. И первый же пистолетный раунд начинается прямо сейчас. И команда без ЗП решила просто промутиться в центр, подпушить своего соперника. Но ему интересует, говорит, пацаны, что-то меня тут решили прям запрячь, словно конь. Поэтому давайте-ка помогайте или же принимайте выход на базу А. И здесь принимает Глоуин. Глоуин готов. Но опять же, Стадода прошел уже в плент и 4 игрока уже на базе А. Но посмотрим, чем это все дело закончится. Ретейк 5 на 5. И пока Глоуин получается довольно суровый дэмэдж по себе. Так, Сист закрывает арки. Есть 5-4. Большинство для без ЗП. Но сложновато здесь очень. Жаст одного, второго. Ну, в общем-то, ребята из команды СОУ, по всей видимости, очень уверенно справляются с этим раундом. Нереально уверенно. Давайте глянем сразу коэффициенты, друзья. Вот наших хороших, замечательных друзей из прематча 3. И ты, скажи, пожалуйста, у меня обновились коэффициенты. 3.20 на команду без ЗП и 1.32 на команду СОУ. Вот такие дела. Ну, давайте смотреть, что там на втором раунде будет. Это форсированная закупка коллектива без ЗП. Ну, и здесь 3 формилки. Дигл плюс Скау для Дениса Костина. Ну, и сразу же снова поджим на центр. Второй раунд подряд. И к этому оказались вроде как готовы. Но раз минус все равно равны. Три, точнее, 2 в 1 уже. Три. Ого-го. Клакс минус 4 дает сформилки. Клакс, успокойся. Плюс 2400 долларов. И команда СОУ сейчас просто полегла один за другим. Ну, арки, окей. Забрал калаш. Ну, 1 в 3 как здесь разыграть? Ну, тяжело представить. Ну, с другой стороны, там один опорник на Б. Если, типа, убиваешь Клакса, то уже можно и рассчитывать на установленную бомбу. Ну, здесь Клакс. Все, спалил. Флешечка. Ну, и арки просто на ноге бежит его давить. Так, смог на КТ. Ну, вот здесь, да, молик за тройку. Но арки отходят из-за нее. Флешечка на гробы. И под нее заходит. Понимает, что он именно там стоит. Прострелы пошли, но Клакс. Это Эйс от Клакса. И очень нужный и важный, на самом деле, вовремя. Эйс для этих ребят. Потому что они выигрывают Форс. Для себя очень уверенный, классный. СОУ сейчас, на самом деле, в очень, очень хорошей форме. Ребята все свои последние матчи отыгрывают, безусловно, классно. И вот буквально, буквально вчера играли с командой Virtus.pro. На самом деле, почти что, почти что даже какую-то сенсацию преподнесли для многих. Выиграв первую карту, пик команды Virtus.pro. Дальше, конечно, все немножко сложилось другим образом. Но, скажем так, португальцы очень сильны. В хорошей форме находятся. Обыграли и Форзов. Обыграли и Немигу, Мумистаров. И, в общем-то, имеют сейчас очень хорошую форму для себя. Но вот пока 1-1. В рамках этого Инферно. Естественно, безусловно, здесь явные фавориты. В рамках этого противостояния. Ребята из Португалии. Но и сейчас вот есть уже фраг с Дигла. Два фрага с разменом. Там с Банана заходит Сист. Есть очень важный размен. Но все-таки здесь арки последние. Он ставит голову по Фостеру. У него 5 хп. Но, конечно, выиграть это не получится. Второй раунд для без зп. И плюс, опять же, денег у команды СОУ нет. Так, ну что. Третий, по идее, для команды без зп будет. Потому что сейчас экономический для СОУ. Ну и начало, конечно, может получиться максимально комфортно. Для коллектива из России. Но давайте смотреть. Кстати, так и не поменяли. Находим форму. Команде уже без зп. По-прежнему в старых. Ребята с фотосессией еще. Ну, видимо, нужны были изображения. Поэтому и взяли. Конечно. Ты думал, у них фотосессия будет какая-то обычная? Да нет. Какая была. Фотографию такую отправили. Ну, тут нужно по формату, я думаю. А, конечно, я думаю, ребята могли бы там отправить свои фотографии с... Не знаю, с моря. Или еще откуда-то. Но это было бы немножко не по регламенту, скажем так. Поэтому последние фотографии, которые были, просто оставили. Третий раунд должен быть для без зп. Очень легкий на самом-то деле. Пистолеты, арморов нет. В общем-то, гранаты. Только две флешки. И абсолютно... Легким раунд должен быть, во-первых. Во-вторых, здесь должен быть еще и фарм. Для вот этих двух ребят с банана. У них МПшки. Четыре фрага с МПшки. Это уже... Да, три тысячи только лишь на двоих за эти пять фрагов с МП-девятых. Да, я там смотрю на денежки команды без зп. Там уже семь с половиной тысяч, восемь было. Сист-Авик дропнул трики. Ну, то есть там по денежкам прям все супер хорошо. С такими деньгами... Можно и без зп сидеть. И зп не нужно, да-да-да. Ну, ладно. Здесь первый полноценный раунд оружейный для команды СОУ. Хотя, опять же, да, есть Галил, но не Тавика. Но все равно будем его нарекать именно первый полноценный бай. Стадода играет с Галилом. Два игрока контролят пока что именно позицию центра и дуги. Контроль также полутора есть. На всякий случай, если кто-то будет пикать бойлер. Ну и три игрока на базе боя у команды без зп. Вот это, кстати, интересно. Трики с Авиком готов. Встречает своего соперника. Полетели гранаты. Откидывается дым от Стадода в упор, чтобы Авик на всякий случай не смог здесь ничего сделать. Вот Стадода очень жестко попал по Клаксу. 10 хп ему оставил. И Клакс принимает решение все-таки отойти в более бронетную позицию. И что здесь у нас? Погибает арки от Гловинга. Ну и пока 5 в 4. Так, ребята прокрались по шарту. Там Клакс вместе с им тиммейтом будет выходить. Но с разменом есть все-таки хороший момент. Опять же, плюс у Клакса там, по-моему, по здоровью были проблемы. Поэтому сейчас классный размен. Ой, сейчас МП-шка выйдет. Одного, второго. Сложно, конечно, было. Даже несмотря на то, что была спина. Но здесь выход на плент. Остается Сист один в пленте. Сист не чекает лево. Смотрел направо. Младжаст как раз-таки слева-то. И заходил, сделал фраг по нему. Бомба установлена. Второй раунд. Ребята из команды Сол будут себе закрывать. А тыки по-хорошему бы на сейф уходить. Снайперской винтовкой без Диффуз Китова. Выиграть раунд будет невероятно сложно. Один в два. Не, ну, я думаю, Диффуза там где-то лежат. Поэтому, если найдет минус и один в один останется, то можно и попытаться. Но у Стадода очень классная позиция на Тюряге. Поэтому, даже если там кто-то подставится на пленте. Либо, в теории, мог бы подставиться. То Стадода, скорее всего, бы это дело закончил в плюс для себя. Позиция Тюрьмы, на самом деле, она вроде, знаешь, такая, казалось бы, и открытая. Но, с другой стороны, ты там меньше всего ожидаешь увидеть своего соперника. Потому что слишком много нычек на пленту, который ты должен проверить. Это и пески, это под балконом. Это, ну, я не знаю. Ну, перечислять можно очень долго, в общем, вы и так все знаете, какие там позиции есть. Ну, вот. И Тюрьму чекать хочется в последнюю очередь. Вот, поэтому эта позиция зачастую и выигрывает на раунда. Ну, что же. Это второй раунд для португальцев. И это первая полноценная закупка все-таки за коллективом. So. Ну, что, выход на шестой раунд. Четыре М-ки, снайперский девайс. И в атаке все так же Галил. Даже два Галила уже для Романа также он появляется. И три АК-47 сверху. Глоуинг готов откидывать молотов на бойлер, если услышит своего соперника. Ну, а Трики идет в упор ковров А, чтобы там свой ПНТ пираминус. Астадот в это время уже занимает упор дуги. Глоуинг вместе с интиммейтом, да, в апартаментах. Смотрим, что придумают. Опять же, здесь ребята из СО. Пойдут ли они на эти самые два девайса, которые, в принципе, уже готовы к приемке. Либо же все-таки примут какое-нибудь другое решение. Ну, топает игрок в апартаментах. Молик прилетает здесь Трики, вынужден он отходить. И под флешку Роман, Рома-Рома, открывается с бойлера. Его вроде как не смотрит, но Трики может подглядывать, поглядывать чисто теоретически. Вот здесь сложно будет. Арки все-таки забайтил на выстрел и даже не умер, не получил урона по себе. 44 секунды. Ребята из команды СО нужно заходить понемножку. Они это делают на точку Б. Там два опорника, три игрока уже там находятся. Бомба лежит вообще на базе пока что. Нужно ее взять, нужно подобрать и выходить на Б-сайт, потому что времени-то больше нет. Что-то придумывать и куда-то перетягиваться. Это безопочитают. Тройка перетягивается на Б. Это Денис, который будет помогать с им тиммейтом и отыгрывать укрепленный Б-плент. Здесь Фостер одного закрывает. Есть размен, Клакс под флешку выходит. Есть опять же размен. Трифт-3. Неплохой для ребят с команды СО по итогу, потому что сейчас бомба устанавливается. Сист отлетает от Мутироса. Но вот теперь нужно подумать, пора сейф. И на сейф уходят ребята без ЗП. Три-три. Ну вот, казалось бы, да, все есть на руках у команды без ЗП. Но опять же проиграли позиционку на заходе. И вот игрок под номером 3 должен был как-то помочь. А в итоге вдвоем против троих сражались. Понятное дело, там размен один в один. И вот все-таки третьего номера не хватило. Это был, кстати, Денис Костин. Но поможет наверняка своей команде в следующем раунде. Он пока временный ничья. Ну, на самом деле португальцы за атаку хороши. Да, вот вчерашний матч. Виртус про прямое доказательство. То есть вчера действительно... Да и в последнее время команда СО играет неплохо. Я опять же их запомнил с турнировом Ситхоум. И там вот как раз-таки команда СО показала себя нереально круто. Я помню, мы смотрели гранд-финал на какой-то квалификации. И там как раз-таки в BO5 играли Movie Star Riders. Еще в старом составе. Когда был и Mix, и Lowell. И вот как раз-таки СО. И СО там были такими андердогами, что... Я бы сейчас коэффициентами могу это описать. То есть там примерно где-то было 7 на гранд-финал на команду СО. А на Movie Star Riders 1.07 или 1.05 или что-то такое. То есть там вообще супер маленький кайф. И СО выиграли 3-1 этот гранд-финал. И с того момента они начали прям супер жестко импрувиться. И теперь команда у всех на устах. Ну а команда... В принципе, без замен играет. И поэтому здесь... Наверное, так и должно было случиться, что команда все становится лучше, лучше и лучше. Ну под флешки Дугу пытается занять команда без ЗП. Но опять же, смок, который лег на машину, не позволил пикнуть авика. Ну и Трики там получил, конечно, колоссальный урон. Мольк прилетает на банан. Никого там нет. Трики пострадал весьма 32 хп у него. Снайперская винтовка. С ней будет работать. Ну и в принципе... Тогда не особо-то в целом у нас влияет этот самый дамаг. А здесь под флешку с СС-шечкой побежали. Но Мутирес закрывает вообще в фулл-блайнде. Не попадает Трики. Здесь с авиком второй раз не попадает Трики. Хотя можно было бы, наверное, два фрага уже найти. Но не так уж и просто было найти первый фраг. А по итогу Мутирес еще и ставит хэдшот по Трики. Деньги заканчиваются. Нужно, наверное, сейвить. Ну смысла здесь точно нету уже сейвить вместе с Глоуингом. Они находятся невероятно далеко. Глоуинг вроде зачекал. Но вот этот чек, вы понимаете, когда... Это знаешь, чек ради чека. Да, да. Что вроде галочку нужно поставить, что ты его зачекал. Но ты на самом деле не до конца понимаешь, что там будет человек. Все-таки. И в итоге он уже понял, когда отвернулся вот этот момент, когда тебе беда. Ну и сейвить последний. И так же его закрывают ребята из команды СОУ. 4-3. Деньги там кончаются. Ну и вот коэффициентики. 4,70 на команду без ЗП. И что ж такое-то? Опять поменялись. 1,17 на команду СОУ. Да, и 1,17 на команду СОУ. Именно такие коэффициенты предлагают наши друзья из пари матча. Ну а вы не забывайте, разумеется, кликать на баннер по трансляции. Переходить на сайт к нашим друзьям. Ну и смотреть эти замечательные коэффициенты в лайве своими глазами. Так, первый минус на бойлере Роуман. Минус Глоуин. Ну, опять же, раунд с пистолетами. Наверняка команда без ЗП сама прекрасно понимала, что надежд здесь немного. Но опять же, надежды есть. Но и Роуман в итоге еще минус 3-ки. Хотя он был очень битый, да, 17 хп всего лишь. Но выживает. Выживает, два минуса дает. И по-хорошему он развязывает руки команде СОУ прямо сейчас. Зайдя на любую позицию, ты будешь в большинстве. Вот абсолютно любую. Если бы это, знаешь, там не было какой-то заход 3-2 сплитка Т и банан. И там 3 опорника на Б тогда бы, да. 3 игрока с банана выходили бы на 3. Но все равно там было 2 сплитка еще. Ну ладно, если бы такобы, Counter-Strike не терпится слагать нового наклонения. Поэтому будем постфактум смотреть, что сейчас придумает португальская дружина. Ну а фостер-сист и здесь такую вот подсадочку, да, соорудили у нас на 15. В попытке хотя бы кого-то забрать в этом раунде. Ну и на Б в это время Клакс уже погибает. Стадода ему просто инстантно прописывает голову. Ну это уже пятый из восьми для команды СОУ. Причем они берут четвертый раунд подряд сейчас. Проигрывали 3-1, уже выигрывают 5-3. Так, ну что ж. Бомба установлена, раунд выигрывается. Понемножку, потихонечку ребята из СОУ начинают свой путь на этом инферно. Начинают набирать достаточно раундов. Ну и, конечно, здесь португальцев очень сложно остановить, когда все классно по стрельбе, говорю я. И фостер ставит хороший хэдшот. Но, опять же, действительно по стрельбе ребята очень сильные. Классно отыгрывают вместе, командно. Ну и классные результаты, поэтому. У ребят за последнее время. Второй раунд, в смысле второе место все-таки на DreamHack. Это, извините меня, очень дорогой. Это очень крутой результат. Это прям реально очень хорошо. У Virtus.pro на самом деле вчера двойной праздник был. Еще вчера состав по Dota выиграл Epic League. Поэтому подразделение и Counter-Strike, и Dota, организация Virtus.pro мы, конечно же, поздравляем от всего сердца. Молодцы. То есть выиграли Flashpoint, CS состав. Выиграли Epic League, Dota. Выиграли DreamHack, опять же, CS состав. Конечно, завершение года для Virtus.pro, конечно, феноменальное. Такого желать, наверное, я думаю, никто не мог даже в призрачных мечтах. Ну, что есть, то есть. СНГ на коне в завершении этого года. Ну, давайте смотреть, что в раунде под номером 9. Снайперская винтовка для трики. 4Мки. Вниз Костин получает по себе гранату и молотов. На самом деле, сейчас могли его поймать на этом тайминге, потому что дым кончился на 15. Его могли реально забирать. Но простили, простили. Подарили шанс. Но это выход под B в очередной раз. И 100 Dota. Только по головам. Только по головам работает. Ну, какой же мастер? Как же он хорош. Ну, и в итоге там размена от Фостера есть по 100 Dota. Фостер при этом ни одного, кстати, хп не потерял. Мутирис и Джаст будут по нему отрабатывать, да. И все-таки есть фраг по Фостеру. И два игрока с КТ супер глубоко играют. Ну, в дыму пытается нашить. Ассист пока безуспешно. Ждет здесь Трики. Понимают, ребята, что опять ситуация 3 в 4. И выбить это, ну, очень сложно на самом-то деле. Из-за этого придется, возможно, опять уходить на сейв. Так или иначе. Шестой раунд. Ребята из команды SoS себе закрывают. Это 6-3. Классно все. У португальцев действительно игра пока ладится. Игра идет. Чувствуют они себя действительно уверенно. Но это уже 5 раундов криаду. Напомню, счет был 3-1. Польза команды без ЗП. Ну, и вот уже 5 подряд португальцы закрывают. Бомба взрывается. По деньгам вообще там сказочное количество денег. По 10 тысяч плюс. 100 дода вместе с Джастом. Ну, и здесь, опять же, только можно радоваться за португальцев. Как у них сейчас на Инферно происходят дела. Ну, и, наверное, параллельно также этот матч одним глазочком, может быть, не одним, просматривают ребята из Испады. Потому что понимают, что как раз-таки против победителей этой пары нужно будет им сражаться. В рамках ХБ-103 серии. Группы Д. Но это будет чуть позже. Здесь все-таки победители пока не ясен. Фостер закрывает Джаст и 100 дод на размене. Трики. Фрагом по 100 додам. 4 в 3. Ну, и вот оно большинство. Для без ЗП шанс появляется. Так, ну, здесь ВП Реклэкс еще. Нужно и с ним считаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 21 хп. И вот залетит сюда еще одна граната. Тому Тирис там просто в него врезается в этих дымах, но не верит своему счастью, что там есть игрок. Есть размен от Трики. Ну, и главное, чтобы Бомбус мог унести игрок атаки. Это Роман. Ну, и 2 в 3. Меньшинство. И тут... А куда Сист? Сист? Ай-яй-яй. Ну, окей. У Романа 12 хп. В принципе, в принципе, здесь Гловин может справиться с натиском своего соперника. А это будет люрк от Романа. И выход на базу Б через дугу от Снайпера команды Соу. Но здесь Трики, по идее, заберет. Да, Трики дает минус. И, по идее, этот фраг на арке должен давать ему понимание, что это выход на Б-плент. Ох, если бы еще и в дымы бы попал, было бы вообще замечательно. Но в итоге арки. 1 в 2. Тяжеловато здесь. Ему будет отыгрывать. Но в любом случае, я думаю, нервы-то он потрепет в команде БЗП. Стоит за Б3. Есть смог. Но смог наверняка на дугу дадут. Команда БЗП. Первый минус. А у Гловинга китов нет. Арки просто живет. И арки выигрывают раунд 1 в 2. Эх! От печали до радости. Не помню дальше слов песен. Реки и горы. Вот, Сашка, мы такой юный, я знаешь, слова песни, которые старше меня в 2 раза. Молодец. Ну, ты, Герман. Детство не зря прошло. Проходит. Не знаю, наверное, уже прошло. Проходит. Все еще в надежде, что проходит. На уфер минус. Да, пасти за Трики на размене. 7 в 3. 7 в 3. 4 в 4. Ох, ну что ж. Хаешечка тут летает. На самом-то деле, очень опасно. На этом самом банане. И Фостер вместе со своими тиммейтами. Трики здесь был также неподалеку. У него 31 хп. Прилети рядом к ним. С ним эта хаешечка, то его бы уже и не было. Минута 15 на таймере. И выход от команды СО в какой-то веке на плент. Сейчас пойдет, по всей видимости, ну, там банан читается. Чекается, во всяком случае, и снайпером. Решают ребята из БЗП вот таким вот образом сыграть. А там на чеке седьмой игрок, по всей видимости. С Тадода с Савиком. Нужно стогнать, потому что пока там стоит снайпер, который дает инфу. Здесь втроем находятся ребята из БЗП. Но такое ощущение, что они отсюда уже и не уйдут. Втроем они здесь будут до конца сидеть. И 40 секунд на таймере. Понемногу, помаленьку куда-то уже нужно дергаться. На, по всей видимости, Мутирос вместе со своим тиммейтом через лонг будет заходить с плитом. Ну, а два игрока через шорт. Им уже остается... Ой, вот это вот интересный выпад. Стадода на размене. Нужно разменивать, да, по снайперу. И там перестрелка сейчас будет по шарту. Здесь Роман запрыгивает на тюрьму. Ну, и с двух сторон его, конечно же, закрывают. Мутирос, а где размен? Почему не вышел второй игрок сразу же? И здесь 1-2 нужно сделать фраг. Нужно еще как-то бомбу. Стараться установить. Мутирос идет до конца, но не закрывает Глоуинга. И это четвертый для БЗП. 4-7. Так, ну, хотя бы один раунд забрали. Коллектив БЗП 6 подряд проиграли. Вот только-только берут свой раунд. И, ну, там деньги по понятным причинам присутствуют. У португальцев и нужно же здесь еще один раунд в команде БЗП брать, чтобы несколько отрыв-то сократить от своего соперника. Потому что португальцам еще нужен один раунд, и они забирают уже как минимум первую половину. А это чревато огромными последствиями. Ну, давайте смотреть. Стародо по первому таймингу вообще безобидно занимает Дугу. Вот только-только порция гранат прилетает. Но он здесь подгорает на 30-ку, конечно, но живет. И на контрпике под флешки команда БЗП работает. Ну, вот флешку также в лицо ловит Клакс. Хаяшка в упор на стену. Мол, сюда же. Ну, и попытка здесь дать первый минус от Стародо. Но пока не увенчалась успехом. Хочется посмотреть, что по статистике. В принципе, у португальцев по Инферно 25 карт сыграно, 64 венрейт. Но это лучшая их карта. Это лучшая их карта. У команды БЗП 56 венрейт при 9 сыгранных картах. Тоже одна из лучших у команды БЗП. Но пока соу впереди. Пока соу впереди. Соу хороши. Не поспорить. Ну и что ж. Мутирос откидывает молик. Арки. Просматривает остальные позиции на банане. 38 секунд на таймере. Фостер. Далее ему буст. Опять же здесь на клубме будет отыгрывать. Откидывается смок на КТМ. На различные гранаты. И опять. Вот Б отдаётся. По факту сейчас ребята из соу выходом этим. Ну это не выход на Б кстати. Это выход на А. На который. Я не уверен что неужели реально не ведутся БЗП. Они остаются втроём. То есть они специально не ведутся на это. Либо же это просто так получилось. Они угадали. Си закрывает Мутироса. Есть ситуация уже большинство для ребят с команды БЗП. Но тут Глоуинг просто под нереально хороший зажим. Стоял. Зажал одного. Зажал второго. Ну и в общем-то раунд выигрывается ребятами из команды БЗП. Семь пять. Пятый раунд. За собой закрывают ребята из БЗП. Очередной. Для себя. Ну и вот. Теперь. Ничего не происходит кстати по. Закупу у команды СО. Опять же. Всё тот же бай. Классный. Денюжка была. Накопили. Успели. Ну и счёт опять же. Хоть и семь пять. Но есть и авик. Есть и четыре калаша. Здесь подсадочка для Сизда. Рискует на самом-то деле отлететь. Причём подсадка была авика. Да, насколько я понимаю. Всё-таки. Ну а команда СО говорит. Ладно. Вот это А ваше. Сами идите. Последние два раунда мы пошли на А. Что не особо у нас получилось. Пойдём-ка мы обратно на Б. Сходим. У нас там получалось лучше. Так. Ну что. Тайминг-то довольно ранний на самом деле. Для захода. И возможно к этому команду БЗП будет не готова. Но посмотрите. В принципе пока Фостер простреливает в дымы. Надеюсь кого-то здесь халявного отрубить. Ну и в итоге там молотов кладёт. Он всё-таки на проход. Первый минус от... Флакса есть. Мутирис простреливает гробы. И в итоге Флакс там всё-таки погибает. Есть минус от Фостера. Живёт он недолго. Ну и пока ситуация равная. Трифт-три. Молотов летит под Трики. И бомба будет установлена. И в итоге Трики погибает от арки. Ну и Глоуин вместе с Издом вдвоём. И снова база Б. Пока что даётся. Команде из Португалии. Ну посмотрим как будут выбивать. Там всё-таки промутился уже Денис Костин. На позицию Кафеля. И идёт пушить игрока на 90. И здесь арки. Здесь арки. Очень опасный товарищ. Роман ещё с ВП промахивается. И арки может здесь... Ой-ой-ой. Как оказаться. Не кстати. Есть минус первый. Ну и Денис Костин. Один в один. Диффуза на месте. И Денис просто диффузит бомбу. И арки его всё-таки забирает. Восьмой раунд. И первая половина уже за португальцами. Но вопрос в том, насколько велико будет преимущество теперь. Ведь денег-то немного у команды без АП. Да, 8-5. Первая половина есть. И далее решение от команды без АП. Видимо, пистолеты. Да, пистолеты. И следующий раунд уже до бай. Ситуация, которую можно выигрывать для ребят с команды СОУ. И выходить на девятый раунд. Делая, опять же, счёт уже 9-5. Но вот так вот помаленечку, потихонечку. Свои раунды СОУ набирают в атаке. Да даже больше, наверное, чем свои. Имеют все шансы выйти аж на десятку. Прилетает Каешка. Здесь Глоуинг. Под запушил. Никто не смотрит вот именно эту позицию. Вроде как. Но с другой стороны арки, возможно, сейчас услышал. Мутирос закрывает Глоуинга. Ситуация 5-4. Роман уже открывает АПЛЕН. Говорит, ребята, я... Прошёл. Прочиняю Роман. Я прохожу на АПЛЕН. Заходите. Ставьте бомбу. Выигрывайте раунд. С другой стороны, здесь абсолютно бессмысленно играть на экономику. Потому что следующий раунд будет последний. Его выигрывать нужно. И деньги должны быть. Это я вот говорил, когда ещё не начал смотреть закуп команды СОУ. Потому что там вообще один пистолет. Не хватило закупки, да, для команды Бесс-СОУ. На этом раунде. И МАК-10 ещё. Да, ну и всё-таки 9-6 это минимум, что ожидает команда без АПН на... Это максимум. Да, да, да. А для СОУ может быть ещё и десяточка. Если десяточка, то немножко грустно будет. Потому что двукратное преимущество перед пистолеткой второе. Это жестокое. И я считаю. Но посмотрим, что будет по факту. Прямо сейчас 5 АК-47 против 4 кольтов и 1 АВП. По гранатам всё есть у команды без АП. Не у всех, конечно. Но, в принципе, гранат более чем достаточно, чтобы выиграть раунд. Но Стадода закрывает АВика. Это минус трики. А подсадка на центре вот таким вот образом проходит. Ой-ой-ой. Арки. Если сейчас Арки даст инфу, что здесь два игрока на центре. Там просто побегут на бедного Фостера так, что мама родная. И... Арки всё-таки нашёл этот минус. И команда СОУ продолжает играть 3 в 2. Забирают бомбу. И пойдут, судя по всему, под АПЛЕНТ. И там уже Роман закрывает СИЗДА. Всё, последний Фостер на Б. По нему была информация. Да у Фостера это всего 20 кхп. Как ему здесь вообще быть? Вообще непонятно. Ну и в итоге, да, АПЛЕНТ будет установлен на точке А. И Фостер это с небольшим дилеем понимает. Раз никого под Б нет. Ну, на всякий случай ещё раз прочекать. Забрать дымок. Забрать, возможно, АВик. И отыграть именно с этим девайсом. Но, опять же, мы с вами прекрасно понимаем, что здесь Фостеру не дадут никуда выйти. По нему есть необходимая информация. И там просто сейчас его закроет Мутирис. 10-5. Двукратное преимущество португальцев. И вторая половина очень скоро начнёт свой обратный отсчёт. Выигрывая пистолетку, наверное, португальцы ставят окончательно все точки над И в этом противостоянии. Делая весьма уверенный для себя разрыв гандикапом. Ну и, наверное, вообще все вопросы снимаются. So классно играют. И на самом деле, потенциально, смотря в Best of 3, который нас с вами ждёт следующим, а именно победитель этого матча против команды Испада, Испаде будет непросто. Это 100%. Ну, опять же, в случае, если в рамках этого матча победителем всё-таки выйдет команда Soul. Но, опять же, Counter-Strike, как любая спортивная, киберспортивная дисциплина, а то и интересно, что здесь может произойти всё, что угодно. Поэтому давайте смотреть. Команда Soul защищается без ЗП, будет атаковать. Ребята находятся сейчас вдвоём на, опять же, Б-пленте. Откидывают гранаты. Пытаются здесь сыграть вот именно по таким, скажем так, не самым простым ставам. То есть только два игрока сейчас было на Б-пленте. Один ещё подходит. А два игрока на А-пленте. Один на бойлере, другой просматривает позицию через лонг. И выход вроде как на А-плент пойдёт сейчас. И сложновато здесь, конечно, будет португальцам. Мутирос должен давать информацию, желательно, сделав фраг на самом деле. Видит голову. Фрага нет, но инфа есть. И здесь, если без ЗП побегут сразу, то будет сложновато, ребята. Но не бегут они сразу, боятся. А команда Soul остаётся втроём на Б. Ты посмотри, какая железная выдержка у парней. И они перетягиваются обратно на Б, что ли, из без ЗП. Или что, или как? Нет, пока один игрок, там это Трейки, он посмотрел, повелись ли на такую выходку. Команда без ЗП и пошли ли в поджим дуги. Нет, никого там не заметили. Это всё-таки раскидка на А-плент. Отрезают малые пески смоком. И здесь Арки ловят флешку. Ну, кстати, от неё очень хорошо выворачивается. Есть первый минус от Мутириса, второй минус от Арки. Размен от Глоуинга, минус от Трейки. Ну и вот 3 в 3. Дифуза у Джаста. Поэтому здесь команда Soul вполне себе будет претендовать на взятый раунд. Но с небольшим дилеем, потому что ретейк будет поздний. Но из-за того, что есть Дифуза, в принципе, время здесь не особо какую-то роль играет. Вопрос в том, найдут ли двух в больших песках. Потому что два в больших, один в дефолте. Ну и здесь просто такой перекрёстный огонь пытается устроить команда без ЗП. Ну и пока урон довольно серьёзно получает. Команда Soul, и они погибают вообще без размена. Без ЗП берут пистолетку. Красиво. 6-5. Ой, 6-5. 6-10. Первый раунд. Это очень важно. 6-25. На команду без ЗП. 1-10. На команду Soul. Несмотря на то, что пистолетка выигрывается, до матча у нас коэффициенты были 1-3. Сейчас, понятное дело, что огромное преимущество у португальцев. И коэффициенты именно такие от наших друзей из париматч. Других вариантов в принципе нет. И с ними можно согласиться. Не забывайте, друзья, разумеется, кликать на баннер по трансляции, переходить, получать 100% бонус к первому депозиту. Нужно не забывать про то, насколько сильны действительно ребята из команды Soul. Это точно. Ну, а в прошлом раунде даже могли забрать вдвоем против всех. Сделали 2 фрага. И ситуация была 5-3. Все-таки 5-3 отдали. Если бы еще один фраг нашли, ну, 3-2 было бы классно разыграть. Но по итогу безразменно ребята отдались. Ну, если можно так сказать, все-таки по фрагу сделали. Минута и 6 на таймере. Выход от команды без ЗП, по всей видимости, будет. На плент ровно той же защиты играют, что и в прошлом раунде. 3 игрока на Б пленте. Кстати, это форсированная закупка. 3 игрока на Б пленте, 2 игрока на А пленте. Арки со скаутом просматривает лонг. Ну, и здесь главное ребятам из без ЗП по времени себя не обмануть. Потому что можно. Роман закрывает СИЗ, да? 5-4. Вот опять опен фраг, кстати. Для команды СОУ. Здесь еще нужно действовать. Попадает он сейчас со скаутом. Роман! Ромочка! Что ты делаешь, Рома? Пощади! Закрывает он 1, 2, 3, 4, 2 большинство. Здесь, правда, Глоуинг закрывает арки. 2 в 3. Но это нужно выбивать команде СОУ. Нужно идти и стараться раунд выигрывать за собой. Есть информация по одному на пленте. Клакс закрывает 1, 2. Ну, и по Мутирусу инфа есть. Мутирус. Нужно сейчас делать фраг и играть один в один в ситуацию. Но сложно. 7-ой для без ЗП. 7-10. Клакс батя. Клакс, конечно, в этом моменте вырулил очень круто. Ну, и в итоге 2 в 4 забирает раунд команда без ЗП. И по денежкам проблемы у Пил. У команды СОУ. То есть выход на 8-ой уже для команды без ЗП по логике вещей. А вот там будет первая полноценная закупка. Но Роман берет себе Дигл, берет себе первый армор. Также есть 3 П-250. Но все равно, блин, пистолет коварный у команды СОУ. То есть они могут нанести экономический урон команде без ЗП. Экономика которой, кстати, по-прежнему на сомнительном уровне. То есть сейчас мы видим Дигл, МАК-10. Видим 3 Калаша. То есть этого всего может и не быть. Если сейчас команда СОУ попытается найти первый минус. Но пока Фостер. Закрывается Тадода. Джастин. На Б1 близко ловит флешку в лицо. И Сист его, по идее, и слышал. Но Джаста его все-таки перестреливает. Так, ну, только что все было неплохо, а уже под сомнением. Потому что Роман, ну, слушайте, как же он с Дигла отыгрывает. Ну, это просто царь, на самом деле, этого Дигла. В этом раунде Роман. Есть информация по шарту. А почему не чеку здесь пину арки? Он еще и калаш закрывает. А там пистолет просто у Трики. И Фостер последний. Это экономический раунд для команды СОУ. Если Фостер не выиграет 1 в 4. И там огромные проблемы будут. Тут уже даже не важно, выиграет он этот раунд или проиграет. Сам факт того, как раунд провели команда БЗП, вот это больше всего удручает. Но Фостер первого находит. Погибает Мутирис. Еще троих надо забрать. Джаст в спине. И Джаст начинает по одной пуле нашивать с этого Мактена. Но игрок в дефолте, игрок в больших песках. Как здесь Фостеру выйти, честно говоря, вообще не понимаю. Он, кстати, не видит там игрока в больших песках. И как раз таки арки вместе. С Романом его и закрывают. Одиннадцатый для пил. Вот это жесть. Вот это жесть. Один Тигл с Армором и остальные по 250. Все-таки, справедливости ради, три раунда все были, должны были уходить все-таки команде СО, наверное. Пистолетка. Выигранная команда БЗП, три в пять. Следующий раунд выигранный, по-моему, два в четыре. Или что-то типа такого. А то и два в пять тоже. Когда с Диглом Роман очень классно сделал несколько фрагов. Ну, и, в общем-то, это дотерпели, ребята. Закуп на все деньги от БЗП. На все это четыре тека и калаш. Проиграв этот автоматически экономически для команды СО. Это выигрыш на 13-7 потенциально. Сейчас для ребят с команды СО. Ну, а вопрос, смогут ли ребята со счета 13-7 отпустить. Я про португальцев. Честно, у меня большие сомнения в этом ключе. Поэтому, скорее всего, здесь все будет классно для команды БЗП. Единственный калаш, который сейчас есть у команды БЗП, работает и находит фраг по джасту. И раздобыли, ребята, еще один девайс. Но подобрать его надо, а его не подобрать. Он очень далеко. Ну, вот МАК-10 из Тадода дропает. Говорит, ребята, если хотите, ну, вот чуть вам его подальше дам. Можете забрать. Но команда БЗП вся уходит на Аплент. А тут три опорника португальских. Так, ну что. Заход на базу А. Роман. Первый минус. Ну, а дальше Глоун его разменивает. Все-таки еще из больших погибает Арки. И вот это плохо, кстати. Мутирис. Ловит здесь, конечно, супер много урона. 20 секунд. Бомбу надо ставить. Но 2 в 3. Только-только поспевает сюда 100 дода. Но 4 хп у Мутириса остается. И, наверное, все-таки засейвит лучше. Да. Правильное решение. Взвешенная команда СО принимает. Но молодцы. Без ИП. Ответный форс все-таки они забирают. Ну, как точнее ответный форс. Это просто форс. Потому что в предыдущем раунде это был не форс у команды СО. Это был экономический. Поэтому здесь молодцы. Молодцы. Воля к победе есть. Можно и выигрывать. И это 8-11. Ну, пока не дают португальцам выйти прямо в такое, знаешь, вот уже стопроцентное лидерство, которое тебе поможет чувствовать себя, наверное, комфортно на карте. Ну, с другой стороны, смотри. Сейвят два девайса. Ребята, опять же, калаш плюс эмка. Насыпало сверху денег. Есть дроп от стадода. Есть бай от джаста и романа. Единственное, что вот... А, ну и дроп арки. Все идеально. Пять девайсов. Себе сейчас португальцы на... Флексили. Накопили. Наэкономили. Ну и, в общем-то, будут с этими пятью девайсами сейчас отыгрывать. Есть калаш, есть четыре эмки. Все классно. Все здорово. Ну и, в общем-то, важный раунд сейчас, наверное, уже в первую очередь для португальцев. Потому что, если в прошлом раунде, проиграв без ЗП, оставались действительно без ЗП и денег не было на следующий выход на 13.70, Сейчас же такая же история, но у португальского коллектива уже выход на десятый потенциальный для без ЗП в случае выигрыша этого. Нужно проводить его максимально аккуратно. Ну и постараться лишний раз, опять же, не отдаваться в начале раунда какому-нибудь Роману, да, который пушит все позиции. Но сейчас он стоит в песках и очень аккуратно отыгрывает издалека. Так, ну что? Выход под точку А или же под точку Б? Пока просто контроль карты от команды без ЗП. Промутился под машину Денис Костин, ну а дальше информации, к сожалению, никакой у него и у его команды нет. Здесь Роман, опять же, под коврами. Игрок на терме это арки. Ну и на 15-ти террая арка играет Мутирис. Ну, судя по всему, это будет выход под точку А. А, и возможно, кстати, это будет очень поздний выход, потому что уже 30-е. Сейчас секунда пойдет, 32-я, 31-я. И так, раскидка на Б полетела. Пытаются этой поздней гранатой стянуть кого-то. Все, все, начинают лететь флешки. И в это время Джаз находит первый минус по Фостеру. Арки. Минус по балкону. И два игрока на Зиге еще. Это Глоуин и Сист. Ну и два минус по драку, кстати, находит команда без ЭП. Это уже хорошо. Супер поздний тайминг для установки бомб. Она не успевает это сделать. Здесь Тадода уже вплывал... Ооо, на перезарядке Сизда поймал. А сколько там было патронов? Сейчас хочу посмотреть. Отличный вопрос, кстати, по поводу патрона. У меня тоже этот вопрос появился. Но здесь Клач! Этот чел просто диффузил этот момент, пока там кто-то стрелялся. Тадода, ну... Шесть патронов было. Шесть патронов было. Ну, не было информации, наверное, что настолько агрессивно будет идти игрок. Но так или иначе, это два в один была ситуация. Без ЭП должны были выигрывать. Там просто Садода сел диффузить. За боксом, естественно. Но... Как-то вообще на холоде каком-то невероятном. Здесь решили ребята отыграть. Классно, классно. Ну, там, конечно, должен был раунд, наверное, попроще заканчиваться. Немножко, как по-моему, допустил ошибку игрок с... С тюрьмы. Тут все-таки Сид находит фраг по стадоду. Сделав фраг, он пошел дальше. Очевидно, что его было... Ну, что его смотрели бы. Сразу закрыли. Там можно было отыграть банально по времени. И не успели бы ребята бомбу установить. 5-4. Большинство для без АП. 4 хп, правда, у Клакса. Сид тоже пострадал. 70 у него. Ну и 2-2 по плантам. Ну, кстати, ни у одной из команд нет такого, знаешь, сейчас вот прямо тотального какого-то преимущества по... Игре, да, вот на второй половине. То есть один раунд берут одни, второй раунд другие. Какие-то качели у нас постоянно здесь. Ну и команда без АП идет за своим девятым раундом. 3 в 5. Большинство. Есть минус аджаста, размин от Фостера моментальный. Но там все биты, по-прежнему Клакс. Но арки здесь один, а Роман будет сейвить. Роман сейвит свой девайс. Сейчас это девятый для команды без АП. Ну и смотрим на деньги португальцев. Их нет. Как будто без АП играют они. Ну окей. Это значит десятый, по идее, для команды без АП. Хотя если Коль засейвит, Роман, можно и от Кольта отыграть. Ну, можно, да, пистолеты себе докупить. Там вроде полустрику будет, что-то насыпят, поэтому... Почему бы не попробовать? Почему бы не придумать себе вот этот вот замечательный, классный бай к эмочке? Глоуинг. У нас летает. Ну и все на этом. Ну это Форрест бай будет от команды СОЛФ. То есть сейчас для команды без АП это прям отличный вариант для того, чтобы догнать своего соперника по счету. Португальцам в любом случае придет здесь Форрест, там 1400, 1500. Это будут деглы первой арморы. Ну, возможно, кроме деглов еще какие-то пистолеты. Давай пока пауза, глянем коэффициенты от наших друзей из Примат. 4 на без ЗП и 1.22 на команду СОЛФ. Все равно, все равно, да, очень серьезная вот эта вот разница между, скажем так, коэффициентами, между коллективами. Да, конечно, СОЛФ выигрывают сейчас. Да, они за КТ, да, они все-таки в явном фаворите, но это большая разница по коэффициентам. Ну, а вы не забывайте, разумеется, что пошаманить с этими кэффчиками, поиграться, посмотреть на лайв-линию можно у наших друзей из Примат. Кикатина Баннер по трансляции. И приходите к ним, получая 100% бонус к первому депозиту. Надеемся, что техническая пауза будет недолгой и продолжим эту встречу смотреть с вами очень скоро. Но смотри, если сейчас команда без ЗП выиграют 10, они выиграют 11, а вот потом уже вот у них будет шанс сравняться. Но там будет на 12, если будет 12-11 счет, то там будет на 12-11 уже оружейный полноценный для команды СОЛФ. А что делает португальская дружина? Они что, не играют форсбай? Серьезно? Они не играют форсбай, понимаешь? Может, они 2 эко сыграть захотят? Сомневаюсь. Я думаю, в следующем раунде они закупятся. С фамасами, с фармилками. Я думаю, что закупятся. Ну, мне кажется, все-таки 2 эко. А смысл? Купить авики, купить гранаты. Не думаю. Что-то типа такого. Ну, давай глянем. Глоуинг закрывает Романа, здесь мутирус. Очкин. М-очку взяли. Побегаем. М-ку забрали и уносим обратно. Ну и выход на точку А, судя по всему, будет от команды без ЗП. Арки там на 9 хп остается. Точнее, на 4. Постоянно путаю хп и цифрыка игрока. Но это, опять же, информация больше для обсервера. Какого игрока, чтобы быстренько перед ним, на него переключиться. Заход на точку А с плитом через длину. Или это просто выход на Б? Окей. Арки погибает на арке. Стадода погибает на арке. Ну и размен от Мутириса. Только один фраг. Да и все. А там на базе Б-Джаз такой стоит, что он говорит, пацаны. Вы ко мне? Представляешь, если бы сейчас тайминг был какой-нибудь там, ну, секунд, там, не знаю, 10 оставалось. Они просто в фото выставили бы бомбу, а там просто парень на фонтане сидит такой. Опа, здорово. И все. Было бы, конечно, плачевно. Но без АП берут этот раунд и СОУ, что сейчас выйдет на закупку. Да, покупают. Интересно. Очень интересно решают. Тогда странно. Тогда очень странное решение от СОУ. Максимально странное решение, которое можно было. Ну, действительно, по реалиям экономическим, контр-страйка, В прошлом раунде напрашивался очевидный Форс. Дальше Эко и закупка. Но решают сыграть Эко и Форс в этом раунде с фармилками. То есть, грубо говоря, они сейчас один раунд поджимают именно вот за счет этих самых МПшек. Ну, как бы сделали Форс подороже, нежели бы с деглами они сделали в прошлом, но потеряв при этом один раунд. Вот так вот. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Ну, либо засейвили этим один раунд, если сейчас выиграют. Ну, пока вот не до конца ясно. Снайперская вентовка у Трики. Ребята будут выходить на Романа. Роман откидывает тайминговый смоук. И под флешку здесь должны выходить. Опа! Заметил, заметил. Роман как-то очень рано здесь вышел глонг. Он показал пушку очень рано. И Роман его увидел еще до того момента, как он залез в блайнд. Прилетает ХЕшки. Как-то здесь без ЗП немножко неаккуратно сыграли. Потому что, ну, наверное, сделали бы ранее. Не увидел бы Роман. Не факт, что был бы фраг. А там бы был бы выход. И можно было бы открываться 5-4. Но! Теперь 5-4 большинство для Соу. Так, ну что, выход снова через арку на Б плент от команды без ЗП? Или же все-таки это будет выход на А? Через 15-20. Арки. Погибает. Хороший минус для Фостера. Ну и заход на плент. Первый минус от Романа. Там в дефолте Мутирис... Ай-яй-яй, по Мутирису-то инфы вообще никакой нет. Мутирис находит первый фраг. Фостер-размен по Роману. И здесь Мутирису нужно просто жить. Три патрона. Понятное дело, перезарядиться не успеет. Там временно установка бомбы нет. Куда? А куда вы летите? Слушай, а там... Нет, не после времени. Если бы еще и после времени убили команду без ЗП, это было бы прям вообще жесть. Они в любом случае бомбы не успевали ставить. Ну да. Ситуация... По итогу казалось не очень приятный. 13-10. Ну и вот тут закупка на все деньги уже для ребят с команды без ЗП. Нужно сейчас закрывать. В любом случае, а то иначе деньги просто-напросто закончатся. Здесь решают быстрый раунд сделать. Там гранаты уже прилетают. Очень неприятные для команды без ЗП. И вроде поныкались. Постарались выбежать. Но гранаты их остановили. Но там урона парки накидали. Зато неплохо. Опять же, у него калашников. Можно попробовать поменяться с каким-нибудь, например, тиммейтом, у которого МПшка, например, с Джастом. Поменяться. Да, тимму калаш, чтобы тот отыграл получше и поувереннее с лучшим девайсом. С большим количеством здоровья. Но арки уж как-нибудь постараются что-нибудь с этим девайсом придумать. Но не меняются пока. Ситуация по-прежнему 5 в 5. И минута времени на таймере. Ну и снова суперпоздний тайминг выбирает для своего выхода под плент команду без ЗП. Как бы это ни оказалось роковой ошибкой. В очередной раз, как это стало в предыдущем раунде. Ну, смотрим. Все-таки выход на мидл будет. Роман играет под козырьком на зиге. И флешка. А, нет, это смог на дальней. И флешка. И здесь Роман. Ой-ой-ой. Ой. Как больно. Почему погибают они больно мне? Трики. Минус. Последний сис на базе Б. 27 секунд у него есть. Но нет понимания Остадода. 14-10. Денег нет у команды без ЗП. И нужно либо форс, либо 15 лучше, наверное, отдать. И потом попытаться опять в ряд забрать. Но все-таки закуп, по всей видимости. Калаш. Что с закупкой? Без ЗП. Калаш для сизда. Это тильтбай? Или что это такое вообще? Немножко не ясно. Под один калаш решают сыграть. И больше ничего абсолютно. Ну, то есть решение максимально странное. Здесь даже нет какого-то дополнительного армора. Для ребят из команды без ЗП. Если в случае там, не знаю, если сизда шибется, да. И калаш потеряет. То вот далее никто не сможет этот калаш. Ну, подобрать-то сможет. Но вот отыграть с ним без армора будет сложновато. Без ЗП еще и без армора. Непросто. Непросто. Но потенциально опять же здесь соу в любом случае ошибаться не должны. Мы выходить искать себе 5 матч-поинтов после этого раунда. Ну и снова своим выходом на точку. Команда без ЗП определяет вектор под Аплэнд. Ну и давайте смотреть. Три опорника на этой позиции. Мутирис на... Так, подожди. Мутирис у нас на 15. Окей. На 20 играет арки. Ну и это просто перекрестный огонь. Первый минус. Пошел. Я думаю, второй не заставит себя долго ждать. Да, второй вот сюда спел. Ну и здесь уже просто по одному начинает выходить. Ну нужно сразу было выйти. Но вот это по одному. Это начинается прям лютая какая-то жесть. Трики последние. Он тоже по идее погибнет. Вопрос времени. Ну два минуса, кстати, находят. Но приходит Сьюспа. Его добирает с Тодода. Ну что, 15-10. И это 5 матч-поинтов за португальцами. СИЗ-2500. Вот теперь без денег и с пистолетом. Стоило ли оно того, не ясно. Если честно. Но, видимо, действительно не разобрались по покупкам. По закупу, что в прошлом раунде придумать. И в итоге вроде купил калаш. А уже решение было принято после этого. Что давайте все-таки сыграем от 15-го раунда. Роман откидывает Смоук в апартаменты. Его любимая позиция. Прилетает здесь ХЕшечка. Никого не дамажит. Но игроки здесь есть. И один. И другой находится сейчас. Байтит Роман. Вы посмотрите, как байтит сейчас на перезарядку. Ну и отходит назад. Слышали игроки, разумеется, Романа. Вот он выход. Под него Смоук прилетает. И прострел от арки. И как здесь не везет с этими выходами для команды БЦП. Это просто жесть. Так, ну что. Пошел там выход от Сизда через длину. Но посмотрим, что придумает Сизда к девятым. В арку Трики уходит. И в итоге это выход на базу Б. Ну, такое решение на самом деле. У парней есть два Смока, есть Флешка, есть Молик. Ну все. Первого спалили. Второго с бомбы увидели. Эх. Дорогие друзья. Ну, походу, здесь и правда 16 уже для команды СО будет. Ну, потому что, ну как? Как здесь выйти на 11? Честно говоря, не понимаю. Они возвращаются через Малые Пески. Но здесь арки контролят библиотеку. То есть арки здесь, по идее, должен минимум одного закрывать. Но это минимум. А как максимум и всех. Да. Погибает еще Мутирис. Вот, точнее Клакс погибает от Мутириса. Минус по Фостеру от арки. Ну и Денис Костин тоже здесь отправляется. На ловер брекет. 16-10. Без АП все-таки с тоталом меньше. Переигрывает своего соперника. Ну, это на самом деле была довольно крепкая заруба, как мне показалось. Без АП имели шансы. Но, опять же, череда грубых ошибок, конечно, здесь им не позволила закрепиться на карте. Поэтому, ну, пожинают плоды своих собственных неудач. Ну, я думаю, парни особо сильно не расстраиваются. Надо просто чуть поднажать, поднажать и дальше уже. Ух. Слушай, ну, в любом случае, соу красавцы. Соу очень сильные ребята. И в последнее время они на классных результатах на самом-то деле показывают то, что можно вообще разваливать, ну, даже одну карту у Virtus.pro в гранд-финале. Ну, да. Дальше не пошло. Далее нас ждет тоже классный матч. Я думаю, где-то обычно это полчаса. А, да, следующий матч. Я думаю, что это полчаса. Вот, потому что там играют португальцы. И обычно здесь есть пауза, да. Матч будет классный, друзья, 100%. Поэтому далеко не расходитесь. Как только он будет готов, мы с вами обязательно вернемся, его покажем. Студия RUHUB, The Craig'и, Громшки. Далеко не уходите. Рекламная музыкальная пауза. И скоро вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова